Приветствую, друзья! Когда вы собираете заявки с сайта, которые приходят к вам с форм обратной связи, вы их обычно получаете на e-mail, но иногда нужно сохранять их как-то в резервном хранилище. До недавнего времени формы Elementor не умели это делать, и нужно было устанавливать сторонние расширения для того, чтобы организовать какую-то базу для хранения заявок. Теперь это появилось в данной версии, помимо этого появилась еще кнопка PayPal, которая большинству из нас с вами никуда не упиралась, тем не менее она есть, многим, кто работает особенно на западный рынок, это пригодится. Плюс еще появилась липкая внутренняя секция, с помощью которой можно сделать прилипающий сайтбар. Ну а обо всем по порядку, итак, поехали! Незамедлительно начинаем с форм. Для того, чтобы эта история работала, нужно перейти в настройки, эксперименты. Эта функция должна быть либо по умолчанию, она включена, ну, либо перейти и сделать активной. Разработчики решили, что ее нужно сделать включенной по умолчанию. Где у нас сейчас хранятся заявки? Заявки хранятся вот здесь. В английской версии они называются Submissions. На русский язык слово Submissions переводится не очень хорошо, поэтому я перевел этот раздел как заявки, на мой взгляд, вполне себе хорошо. Единственное, не все можно было перевести, но это нормально, это в духе Elementor. Как же задействовать эту функцию? Очень просто. Мы берем форму или новую, или ту уже, которая установлена, все настраиваем как нам нужно, и нам необходимо сделать вот что. Открыть вот этот спойлер и установить вот эту штуку, собирать заявки. Но, как вы видите, она установилась уже по умолчанию, если вдруг по какой-то причине не установилась, что вряд ли сейчас она будет устанавливаться автоматически. Нужно кликнуть сюда и кликнуть сюда. Сейчас у меня эта функция исчезла, но можно ее вернуть на место. Все, в форме больше никакие действия не требуются. Нажимаем обновить, нажимаем просмотреть изменения и попробуем заполнить нашу форму. Заполнил форму, нажимаю отправить. Форма отправилась успешно. Смотрим, что появилось в заявках. Нужно перезагрузить эту страницу. И, как вы видите, вот она, наша заявка. Что мы здесь можем наблюдать? Во-первых, это email, который мы написали в заявке. Во-вторых, это статус доставки. Доставлена. Форма. Какая форма? У нас форма называется «Новая форма». Если посмотреть вот здесь, «Новая форма». Сейчас мы попозже еще ее подкорректируем и посмотрим, что изменится. Пейдж. Страница вот эта. На этой странице была заполнена эта форма. И ID заявки вот такой вот. Я уже тут тренировался. Это вторая заявка. Плюс здесь написано дата и время. Да, я записываю ночью, когда тишина и никто не беспокоит. Итак, заявка выглядит вот таким вот образом. Возьмем и просмотрим ее. Видим вот такую историю. Имя, email, сообщение и, опять же, статус заявки. С какого браузера, IP-адрес и так далее. Все данные, которые нам необходимы. Заявку можно отредактировать, подкорректировать что-то, сообщение добавить какое-то и так далее. Допустим, можно задать для формы скрытое поле, и потом это скрытое поле здесь редактировать и создать для себя минимальную CRM с пометками какими-то по клиенту. Как только мы открываем заявку, она сразу же переходит в статус «Просмотренные». Ее можно отметить как непрочитанную. Вот таким вот образом это делается, и все, заявка непрочитанная. Очень удобно мониторить заявки. Давайте попробуем еще вот что сделать. Продублируем эту форму и сделаем форму с полем для номера телефона. Все-таки у нас часто бывает так, что мы номер телефона берем. Телефон добавил, введите номер телефона. Надо повыше поднять. Вот так «телевон» здесь написал. Сейчас исправлю. И добавлю еще скрытое поле. Добавляем скрытое поле. Добавить элемент. Скрытое. Выделили. Все, окей. Ярлык можно подписать. Примечание, например. Так, и теперь давайте еще переназовем ее. Например, «Заказать звонок» сделаем. Вот так вот. «Заказать звонок». Очень долгое время это название формы болталось бесхозное, но теперь нашлось наконец-то применение. Нажимаем «Обновить». Перезагружается наш предпросмотр. Заполняем тоже. Итак, форма заполнена. Нажимаю «Отправить». Форма отправлена успешно. Перезагружаем заявки. Заявка вторая должна тоже здесь появиться. Да, вот она форма. «Заказать звонок», «Страница», «ID-заявки». Давайте попробуем просмотреть ее. Вот, кстати, появилось поле «Номер телефона». Можно здесь смотреть этот номер телефона. И появилось поле «Примечание». Можно написать сюда «Прозвонил». И таким образом понимать статус. Конечно, не ахти, какая CRM-ка, но тем не менее. А как раз для того, чтобы пользоваться нормальной CRM, как пример, Bittrex 24, есть специальное расширение для интеграции форм Elementor Pro с Bittrex 24. Очень простая интеграция. Протыкивается все, что нужно создавать. Можно создавать лида, можно создавать сразу сделку. И все заявки с формы будут также поступать в CRM Bittrex 24. Кроме того, с помощью сервиса «Интегромат» можно соединить формы Elementor Pro с множеством других сервисов. Например, у меня есть простая CRM, которая работает на базе сервиса Trello. Можно отбрать данные из формы Elementor и помещать их либо в Google таблицы, либо в Trello. Кстати, о Google таблицах. Есть специальное расширение, которое позволяет отправлять данные из формы Elementor Pro в Google таблицы. Ну и вишенками на торте будет два моих, пусть и старых, но видео, где я показывал, как сделать приблизительно то же самое, но не с сервисом «Интегромат», а с сервисом «Запир». «Запир» изменил условия, с тех пор и «Интегромат» поинтереснее сейчас использовать, хотя оба эти сервиса условно бесплатные и нормальное функционирование доступно только за деньги. Да, кстати, ссылки на то, что я только что упоминал, будут в описании. А мы вернемся к заявкам. Давайте посмотрим список заявок, что здесь еще есть. Как обычно, здесь есть пакетные действия. Отметить, как прочитанные, как непрочитанные и отправить в корзину. Также можно отфильтровать по страницам, если у нас несколько страниц, например, лендингов, и мы можем по ним отфильтровать, какая заявка с какой страницы пришла. Какая форма, мы можем по формам отфильтровать. Здесь фиксируются все формы, которые когда-либо попадали в заявки. У меня есть какая-то удаленная форма, и вот она здесь зафиксировалась, потому что по ней была одна заявка. All time, то есть за какое время сегодня, вчера, последние 7 дней, последние 30 дней и произвольная дата, мы можем произвольный диапазон выбрать. Также есть вот такая кнопка для экспорта в CSV. Например, мы можем эти заявки выгрузить куда-то в CRM, что тоже очень удобно. С заявками все. Следующее нововведение – это виджет кнопкой PayPal. Если поставить кнопку PayPal, заполнить здесь имейл, который является имейлом аккаунта PayPal, причем неважно, бизнес это аккаунт или частный аккаунт, все равно оплату можно будет совершить, только не все типы оплат не в каждой стране можно будет совершать. Ну, в общем, можно всегда попробовать. Я попробовал на личном аккаунте, у меня кое-что не сработало, например, донаты, но на бизнес-аккаунте сработало абсолютно все. Что здесь есть? Здесь можно выбрать три типа транзакции – это оплата, пожертвование и подписка. Для оплаты мы можем задать название товара, артикул товара, цену товара, валюту выбрать, в которой мы хотим брать деньги за этот товар, количество и стоимость доставки, а также указать налог, его процент. Настроить кнопку, что на кнопке написать, выравнивание – это все так же, как в обычных кнопках Elementor. И дополнительные опции, куда возвращать человека после успешной оплаты. Сюда можно поместить ссылку. Песочницу можно включить и выключить. У PayPal есть специальный режим тестирования. Песочницы можно сюда этот имейл ввести и тестировать платежи. Ну а можно протестировать платеж 1 доллар, например, ничего страшного. Также настраиваются пользовательские сообщения при ошибках. Вернемся еще сюда, посмотрим пожертвования. Также можно написать наименование пожертвования, тоже артикул, если нужно. И сумма пожертвования, либо фиксированная, либо любая сумма. Человек после того, как кликнет, перейдет в интерфейс PayPal и сможет самостоятельно ввести сумму. Но валюту выбрать не сможет. Валюту мы выбираем здесь сами. И есть подписка. Подписка – это регулярные платежи. Здесь мы вводим цену, выбираем валюту и цикл оплаты – ежемесячно, ежегодно, ежедневно, еженедельно и так далее. И автопродление – включить или выключить. Для кого и для чего эта кнопка? Ну, например, вы продаете какой-то инфопродукт, вам не нужен определенный интерфейс для его выдачи, допустим, это какая-то книга, небольшой отчет и так далее, и вы хотите протестировать, как вообще люди будут покупать. И вот это, пожалуй, самый быстрый способ подключить это. Жаль, что для отечественных платежных систем такого нет, но мы об этом подумаем. Вкладку «Стиль» даже разбирать не буду, здесь все стандартно, тем более, что это та же кнопка, по большому счету, просто со своими расширенными функциями. А лучше давайте посмотрим, что нового появилось в виджете «Внутренняя секция». Для того, чтобы это показать, я создам родительскую секцию с двумя колонками, пожалуй, вот такую, чтобы была контентная часть и имитация сайтбара. Создам еще снизу какой-то контент, чтобы было куда прокручивать, чтобы липкий эффект показал себя во всей красе, так сказать. Вставлю пару текстовых блоков в основную контентную часть, возьму вот отсюда, например, контент и вставлю его сюда. Контента получилось много. Теперь нужно чем-то занять вот эту область. Ну, например, изображение поставим, например, поставим еще видео. Оно тоже растянется на всю ширину, и таким образом будет видно, что я имею в виду. Предположим, это у нас блог, предположим, это у нас контентная часть, а это сайтбар, боковая колонка. И, допустим, мы хотим сюда поместить либо баннер, либо оглавление. Виджет оглавления есть, он убогий, конечно, но, тем не менее, можно его как-то использовать. Я помещу сюда просто изображение, виджет, но не само изображение, а сначала помещу виджет внутренняя секция, удалю одну лишнюю колонку и помещу сюда виджет уже изображения, будем считать, что это баннер. Выберу изображение, себя любимого поставлю, выделяю внутреннюю секцию, перехожу на вкладку «Расширенные». Здесь есть такой спойлер «Эффекты движения». В бесплатной версии она урезанная, есть только анимация при появлении. Здесь же есть эффекты прокрутки, о которых я говорил в отдельном видео, подсказка всплыла, и прилипание. Нужно выставить «прилипать вверх». И вот что было раньше. Когда мы прокручивали этот блок, да, он прекрасно прилипал, всё замечательно, на меня можно было смотреть бесконечно. Но вот с чем мы сталкивались. Бесконечность длилась постоянно, то есть этот сайдбар прокручивался дальше. Разработчики добавили вот такую вот кнопку «Остаться в колонке», и теперь, когда мы прокручиваем, наш сайдбар остаётся в родительской колонке. Замечательно, очень многие спрашивали про этот эффект, его делали с помощью костылей всяких разных, но теперь есть нативная функция, и это, конечно же, не может не радовать. Помимо сайдбаров можно делать всякие интересные штуки. Посмотрите в блоге Elementor вот это релизное видео, как там сделан лендинг, интересно. Может быть, у вас будут какие-то дизайнерские идеи. Реализуйте, показывайте, будет интересно посмотреть, что вы там делаете с Elementor. Ну и, собственно, всё. В этом обновлении очень коротко и по делу, и мне нравится, что делают разработчики. Лучше, меньше, но лучше. Как мне один американец однажды сказал, «Deliver something small, Alex», что означает «давай по чуть-чуть», и «давай по чуть-чуть не выпьем», а предоставляй какие-то функции, какие-то возможности понемногу. И это правильная стратегия. Кстати, да, пару дней назад вышла бета-версия бесплатного Elementor. Там тоже интересные фишки. Да, их уже давно пора было реализовать, но об этом обо всём мы поговорим как обычно, как только релизнится. Версия не бета, а уже рабочая. Сделаю перевод, запишу обзор, всё как вы любите. По мне так интересное обновление. Заявки «Огонь» и «Остаться в колонке» тоже классная функция. PayPal постольку поскольку, но в целом я доволен этим обновлением. Напишите в комментариях, как оно вам. Удачи, будьте здоровы и хорошего дня.